Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», 30-й глава. Она посвящена вопросам педагогики. Это очень актуальные семейные педагогики и там, где поставлен деда-скал над многими учениками. Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. Истинное утешение — добрые плоды воспитания, но для того, чтобы их вкусить, надлежит воистину любить своего сына и чаще его вразумлять. Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него, и среди знакомых будет хвалиться им. Кто учит сына своего, а не только прокармливает, не только одевает, не только благоустраивает в этом мире, тот возбуждает зависть во враге, а пред друзьями будет радоваться о нем. Умер отец его, и как будто не умирал, ибо оставил по себе подобного себе. И так не просто родить узнаваемого, как сына твоего надлежит отцу и мужчине, но приложить к нему любовь в регулярном, постоянном воспитании, в постоянном наказании, обучении разуму и премудрости. Тогда и по смерти отца сын будет продолжением его жизни и являть его подобие по тому усвоению, переданной ему отцовской премудрости. При своей жизни он смотрел на него и утешался, и при смерти своей не опечалился. Для врагов он оставил в нем мстителя, для друзей воздающего благодарность. «Поблажающий сыну будет перевязывать раны его». Хочешь вырастить духовного инвалида — обслуживай страсти своего ребенка. Это очень важное замечание. Только тот, кто сам кается в своих грехах, может понять, что происходит в молодой душе, какие страсти, как малые, но становящиеся все более сильными, змеи из еще юного сердца начинают показывать в свои головы ядовитые языки с зубом смертоносным, и гордыня, и похоти, и скупость, и прочие страсти человеческие. Так вот, тот, кто будет в угоду самому себе поблажать этим страстям, тому надлежит оплакивать своего собственного сына, перевязывая раны его, которые неизбежно получит тот, встречаясь с жизнью. И при всяком крике его будет тревожиться сердце его. Хочешь всегда бояться за своих детей? Поблажай их страстям, распускай их, и будешь первая жертва их нечистой жизни, их гордыни и самоуверенности, их неприязни и неумения выстраивать милостивных и добрых отношений с ближними. Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким. И так, своеволие, своенравие, своевкусие ребенка — это вовсе не проявление его личностного достоинства, а укрепление в нем силы греха. И это упрямство, которому будут потакать неразумные родители, служит к тому, что таковы и делается сын дерзким. «Лилей дитя, и оно устрашит тебя. Играй с ним, и оно опечалит тебя. Хочешь знать нужные педагогические способы? Слушай, не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и поскли не скрежетать зубами своими». Сколько родителей в беспомощности чем-то помочь впавшему в зависимость от роковых увлечений, страстей своих детей, действительно можно застать в скрежете зубовном. А ведь это образ страшнейшего переживания, которое равно адскому, ибо там место зубовного скрежета. Так вот, оказывается, это последствия излишнего развеселого с детьми своими обращения, излишнего леленья дитя своего. «Не давай ему воли в юности, и не потворствуй неразумию его. Нагибай выю его в юности, и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе». Где здесь европейская культура, лже-культура поощрения детей во всяком беззаконии и всякой распущенности, которая может взбрести им в голову или воодушевить их неосмысленно, недисциплинированное сердце. Здесь твердые указания к твердому воспитанию. «Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его. Лучше бедняк, здоровый и крепкий силами, нежели богач с изможденным телом». Следующая мысль о жизни счастливой и о жизни полноводной — это здоровье телесное, которое более сопутствует не изнеженным и в богатстве своем позволяющем себе всякую негу и развлечение, а бедность, но с способностью трудиться, и таким образом тренированное и дисциплинированное тело оказывается благодетелем своего хозяина, своей свободно-разумной души. Здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое тело лучше несметного богатства. Нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше радости сердечной. А путь к ним — простота жизни, путь к ним — трудолюбие, путь к ним — оберегание самих себя от рабствования стихием века сего. Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь. Сласть и поднесенные к сомкнутым устам то же, что снеди, поставленные на могиле. То же самое безсмысленность при общении и привязывании к земным страстям того, кто вредит душе своей. А снеди, оставленные на могиле — это напоминание и о сегодняшнем языческом расположении некоторых христиан, которые считают, что польза для усопших ближних своих, какие-то оставленные на могиле продукты, что является, конечно же, делом совершенно безрассудным. Какая польза идолу от жертвы? Он ни есть, ни обонять не может. Так преследуемый от Господа, смотря глазами и стеная, подобен евнуху, который обнимает девицу и вздыхает. Это образ того человека, который сам себя настроил пользоваться изобилием земных благ без ограничения, без умения превратить, не превратить попечение о плоти в похоти. Так вот, таковы, думая, охватить то, чего нельзя, оказывается вместо владетеля всякими благами и своим телом жалким рабом тех телесных болезней и пристрастий, в которые он втягивается своей распущенностью. Не предавайся печали душою твоею и не мучь себя своей мнительностью. Веселье сердца, жизнь человека и радость мужа, долгоденствие. Люби душу твою и утешай сердце твое и удаляй от себя печаль, ибо печаль убила многих, а пользы в ней нет. Вот этот образ простого, веселого, светлого, радостного, сердечного устроения очень ярко напечатлен богопросвещенным наставником. Будь веселым, будь помилованным Господом, но путь к этому труд и покаяние. Ревность и гнев сокращают дни, а забота прежде времени приводит старость. Открытое и доброе сердце заботится и о снедях своих. Вот это одна из крылатых фраз любомудрого учителя, который удобно каждому из нас приложить и к своей собственной жизни. Храни душу твою в добрых и светлых устроениях и не сомневайся, что самое это устроение лучше всего другого позаботиться и о всяком внешнем твоем благоустроении. Вслед за стяжанием мира в сердце своем ты обретешь и все необходимые земные блага, и таким образом твое доброе сердце позаботится и о снедях твоих, неведомо для тебя, каким путем. А на самом деле это сам Господь будет промышлять о том, кто подобен ему своей кротостью и смирением сердца. Таковый обретает покой душе своей и в этой жизни и сугубо в блаженной вечности.